Трендчарт Лайк ФМ Ну, конечно же, удивил последний альбом Фьючера Да, потрясающая пластинка Он вернулся в тот звук, который мне хотелось от него слышать Он для меня такой король трэп-музыки И, конечно же, новый альбом То, к чему нужно стремиться Да, он такой темно-грустный Ну, в общем, все, что я люблю, сконцентрировано вот в этой пластинке И вот ему респект Как раз под настроение затяжной зимы Да-да-да И, ну, еще удивил, конечно, Бруно Марс Он сделал с Гуччи Мэйном Классный трек Wake Up In The Sky Послушайте, любитель меломаны Классная пластинка Ну, и куда же без Уикеда? Слышали новый трек вы его? Конечно Просто что-то такая заявочка крутая на новую пластинку Потому я думаю, что это будет огонь, огонь, огонь Вот ты все время говоришь пластинки Слушай, а вот честно Когда ты в последний раз слушал музыку Вот не в МБ3 формате, а в формате винила, может быть? Слушал винил Я слушал Земля, Ветер, Огонь Буквально две недели назад в Барселоне Мы снимали клип На сингл голая, кстати Не забегай вперед Мы, правда, еще отдельно поговорим с тобой Как и где Ну, в общем, там у нас проходили съемки И нас местный чувак, он из России Пригласил к себе домой На классный такой ужин Мы сидели, всей командой ужинали И у него классная такая пластинка была Виниловая, ну, я имею ввиду проигрыватель Проигрыватель, я понял, да Да, и мы Патефон, может быть Зачекинили, короче, послушали Получил я, конечно, потрясающее такое удовольствие, ностальгия И все-таки вот этот звук Ну, ламповый, да Просто этот звук иголочки Классно было Ну, ты сам заикнулся про концертное шоу Тогда говори и рассказывай Есть ли у тебя вообще время ходить на чужие концерты? Ну, честно говоря, я последний раз был Где я был последний раз Слушай, давно не был на концертах Это был Трейс Сонгс в Майами Да, я попал на концерт, кстати Своего любимого исполнителя Во многом из-за него я так выбрал, да Какой-то определенный стиль А так, слежу за какими-то концертными программами Если брать из России, то респект потрясающий Респект летит в Лободе Я бы сейчас посмотрел ее шоу так по отрывкам И понял, что это такой уровень, который она задала Абсолютно новый в России И, ну, вся команда у нее, конечно, она молодец А так, из мировых туров, ну, как мы без Мигаса и Дрейка Это, конечно, тур, который разорвал всех Кстати, русские ребята делали там свет, не знаю Знал ты, читал ты все оформление Круг света, если ничего не путаю По-моему, да То есть есть о чем мечтать, думаю К чему стремиться нашим артистам Ну и, конечно же, мне Посмотрим Окей, спасибо, друзья Сейчас будут треки, которые мы всю неделю для вас отбирали Возможно, кто-нибудь из перечисленных артистов Попадет и в сегодняшний трендчарт Посмотрим, увидим Слушайте треки, скоро вернемся В гостях у нас сегодня Артем Качер Трендчарт Мы долго выбирали место для съемок Потом мне просто практически Вот хотите, верьте, хотите нет Просто пришел сон, что это должно быть в Барселоне Как Менделеева прям приснилось Да, потому что я что-то очень долго залип в Инстаграме перед сном Накануне И смотрю, у меня прям Барса, 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 Барса Стоитбольный клуб Потом всякие путешествия Ну, в общем, все натыкалось на это И я продюсерскому центру Своему, ребят, давайте-ка лучше Купить мне билеты Давайте-ка мы это сделаем в Барселоне И очень оперативно собрались И такая классная команда полетела Мы прям полетели туда, там, с Украины, ребята И оперативненько сняли Классная картинка получилась Слушай, а какие сложности возникают, когда снимаешь в другой стране? Ну, здесь понятно более-менее все А когда улетаешь туда, что сложно? Ну, конечно, вот эта вот вся история Я в Америке с этим сталкивался Оформление бумаг, у нас все попроще Там вот на все, про все Разрешение на съемки, да? Где-то снять, да, что-то взять Что-то отдать А нельзя отмазаться? Типа, мы туристы, мы просто снимаем этот блог Это просто для себя Не могу случайно, да, обратно отправить, как туриста Вот так вот Но все равно это все того стоит Это приятная такая суета Классная Меня удивило, что в Барсачем Мы там жалуемся, когда-то куда-то ездим Там, может, у нас на 100 километров Один платный участок, да, в Патхазе А там просто Все платный Через каждые просто 5 километров Платный участок Платный участок Ну, раз уж мы сговорили, но там и качество дорог, согласись Да, качество классное И вообще и люди классные И погода была классная Ну, все классно А не было людей, которые вот Все вкусное, вечеринка вкусная Помнишь ты? Да-да-да А не было людей, которые там просились, не знаю, смотрят Такие, о, кто? Русский артист А можно снимусь у тебя в флипе? Там какие-то были такие истории? Ну, честно говоря, были истории Ну, наши, конечно, ребята Но узнавали в Барсе, в Барсе, которые жили Либо туристы, но очень многие интересовались Вау, типа, классно После ДНК, давай Крутой трек И так далее То есть узнавали И прям было приятно Ну, раз уж мы про Барсу заговорили Ну, ты про футбол сам сказал Ты за Барселону болеешь или за Реал? Такое серьезное противостояние Честно говоря, я болею вообще за Миланский Интер Но если выбирать из этих двух команд Давай из Лавики То, наверное, все-таки Реал Значит, следующий клип Артем Качер будет снимать в Мадриде Фанаты можете сейчас покупать билеты Вот, в общем, вот так Смотрите еще клипы, нам нужны просмотры Да-да-да, нам нужны просмотры И отзывы, самое главное Мне интересно Читаешь? Реально читаешь? Да, я стараюсь следить за всем Мониторить, это классно Ты понимаешь из этого, что нравится твоему слушателю Вот насчет читки сейчас поговорим дальше Друзья, сейчас для вас треки Трендчарт И мы скоро вернемся Трендчарт Лайк ФМ Трендчарт Лайк ФМ В гостях у нас сегодня Артем Качер Всем привет-привет-привет Мы говорили о том, что ждем комментов на клип Голая Который вышел буквально на этой неделе Вот Но мы еще спрашиваем артистов, которые к нам приходят Вообще о том, что им пишут в Директ Вот, можете ты с нами поделиться Смотри, мы разделяем так Самый негативный в рамках приличия отзыв Который написали тебе И наоборот, самый супер няшный, положительный, который написали тебе отзыв за последнее время Или хотя бы о чем? Мне сейчас читатель смысл говорит Если нам позволит цензура, можешь зачитать Слушай, ну самое неприятное, конечно, что бывают такие ребята, типа, супер правильные в каких-то моментах То есть почему ты поешь об этом? Да, почему у тебя голые девушки в клипах Или там, почему ты говоришь плохое слово в песне Ну ты понимаешь, да, какую песню игра Такого негатива прям особого нет Ну вот это разве что А самое приятное, то, что постоянно ждут материал Постоянно спрашивают, когда что-то выйдет Там делают комплименты по поводу Ну там, наверное, любому артисту парню делают Прикольный, классный Ну вот все вот такое банальное Если бы что-то такое было нереальное, космическое Мне бы даже было интересно Но, если честно, все очень похоже пишут Ну а были ли какие-то подкаты? Не знаю, может быть там девушки писали что-то типа Артем, привет, жду тебя там Не знаю, на Киевской Приезжай, все, я в платье, в свадьбу стою, жду ЗАГС неподалеку Честно, я сейчас во время рекламы даже тебе покажу Было смешное видео Я буквально вот отправил, наверное, даже Ну все, маме, друзья Там, в общем, на канале идет мой клип И девушка держит ребенка И такая Смотри, твой папа Подходит к экрану и типа Смотри, как ты узнаешь папу и сама ржет И то есть это такое смешное видео Я отправил его куча кому Ну, в общем, посмешно Вот это было смешно, прикольно И часто шутят даже у меня там друзья Типа, слушай, у тебя там по гастролям, наверное, вообще уже не один ребенок Ну, так, знаешь, как бы в плане юмора И я так подзадумался, слушай, она настолько реально говорит, что я отец ребенка Это вот, может, ничего ли не было опасного Она Артем назвала, я надеюсь, в честь тебя Ну, не знаю, как назвала, но юмор был классный Было засчитано, так сказать А что самое необычное делают на концертах? Бывает ли что-нибудь такое же, похожее, когда вот непосредственно ты общаешься с ними лицом к лицу? Да, ну что самое неприятное, это вот тянут за ноги Вот я уже не раз это замечал, особенно вот бывает где-то за границей То есть вот в Латвии было, в Германии часто бывает Там очень сцены находятся прям рядом, близко, да И вот ты стоишь и постоянно тянут либо за ноги, либо за обувь Либо вот там повыше начинают лезть Ну, то есть, короче, честно, вот говорю, это очень напрягает Потому ты когда еще весь в себе Драматургия вся, ты весь в себе И тут тебя тянут, и ты думаешь, блин, ну пожалуйста, не надо Но с другой стороны, это же должно льстить, тебя пытаются порвать на части, не знаю, там оторвать кусочек штанины Да, наверное, но как-то не знаю Я люблю быть весь в себе, и когда меня не отвлекают Ну, я общаюсь с публикой, естественно Но вот когда начинают вот это вот телесные какие-то телодвижения и прикасания Когда ты к этому не готов особенно Я помню всегда вспоминал Киркорова смешное видео, когда он где-то, помнишь? Когда он резко повернулся, да? Да-да-да-да, ты такой поешь, стоишь, поешь, и ты тебя трогаешь Если честно, это очень трушная такая история Очень сложно, когда ты сконцентрирован, на чем-то эти отвлекают В общем, девчонки, я надеюсь, девчонки в первую очередь это делают Не хватайте, пожалуйста, Артема Надеюсь, в первую и в последнюю очередь Не хватайте его за штаны, вот, и за другие части тела тоже, по крайней мере, когда он выступает Потому что про другую жизнь он нам не сказал, там, возможно, можно Плюсик, Плюсик, правильно говорит Будьте поосторожней А мы продолжим совсем скоро после крутых треков, которые мы выбрали для вас в эту пятницу Трендчарт Like.fm в гостях у нас сегодня, напоминаю всем, Артем Катчер Е, это я, 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 на Like.fm Это он, это правда Мы поговорили про гастроли, сказал, что много выступаешь за рубежом Где в ближайшее время, вот уже февраль, весна, где можно будет тебя послушать, увидеть? Слушай, ну, у меня 2-го числа, 2-го февраля Рига Я выступаю в Риге, 9-го февраля выступаю в клубе ДНК Классный клуб, кстати, в Москве новый И 16-го февраля, это Германия у нас, там, 2 или 3 города Так что, плотничком работаем, и сейчас дальше прорабатываем новые даты, новый концерт Слушай, получается, вот всегда возникает вопрос, кто ходит, кто приходит на концерты за рубежом Это все наши соотечественники? Ну, конечно, если бы я сейчас сказал, что это местные слушатели, я бы, конечно, но это было бы чуть-чуть Естественно, русскоязычный народ, не обязательно, что это обязательно русский Странное СНГ, то есть постсоветского пространства Но туристы или живущие там люди, в основном, как это вот? Наших очень много Везде Это правда, наших очень много, ну, конечно, и туристы Вот так вот Ну, помимо концертов, наконец-то я знаю, да, что ты собираешься выпустить альбом Прошло два с половиной года Конечно, 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 я писал его очень долго И, честно, для меня это, наверное, самый ответственный момент в моей творческой жизни Там каждый трек, это вся моя правда, правда о моей жизни, правда обо всем, в том, что происходило у меня Это очень важная история, и я, наконец-таки, готов поделиться ее Я очень надеюсь, что она будет принята народом Я, в принципе, всегда был романтиком, я никогда это не отрицал И они, конечно же, о любви и так далее Но они такие достаточно глубокие И, в общем, я очень жду этот момент Надеюсь, что, правда, всем-всем будет приятно слушать, не только мне самому Сколько там будет треков, можешь рассказать? Ну, трек-лист, наверное, он такой, не маленький, наверное, 14-15 Ого! Да-да-да Можно было бы даже два Да, мы очень долго отбирали Было написано порядка 40-50 песен И из этого всего мы выбрали вот 15 Ну, вот думаем, мы сейчас общаемся, советуемся с лейблом И, может быть, чуть-чуть уменьшим, чтобы выпустить еще EP Погодя, а может быть, все вместе в альбоме Ну, вот сейчас вот эти моменты прорабатываются Ну, а ты уже знаешь, можешь нам рассказать Там будут все новые треки или что-то войдет уже из известного? Все новые, если кто-то заметил, уже посмотрел клип голая, то в конце там идет затравочка на новый трек Это такой очень сильный, очень такой личный сингл «Мимо тебя» называется Он совместно с Жаком Энтони будет Круто! Классный такой дуэт получился То есть мы потихонечку уже начинаем открывать, светить какие-то трючки И я уже заметил, что очень большой ажиотаж Вот по этому треку у меня уже пацан напишет О, блин, классная концовка Что за трек, когда этот трек Так что надеюсь, что прям я сегодня... Сегодня день надеюсь, ты заметил? В эфир надеюсь Очень много надеюсь, да, говорю Главное, что надежды сбылись Будут еще фиты на альбоме? Фиты, вот мы планируем фит, вот не планируем уже сделать С Жаком Сделал очень крутой трек с Артиком и Састи Круто! Классный трек, прям я думаю, что это будет такой хит На самом деле, верю Летний? Летний, весенний? Ну он такой весенний-летний Такой минорный, но теплый очень Ясно То есть не прям грустно Блин, я уже практически одно слово с песни, с названия цветанул Так что будет классно И боюсь, правда боюсь загадывать Я написал очень крутую песню И вот я уже порядка двух месяцев жду встречи с артистом С которым должен ее сделать Если это, конечно, получится Я очень надеюсь Это была бы прям большая моя творческая мечта Но вот уже вот мы должны это проработать Ну хотя бы скажи, кто? Мальчик, девочка? Артист, мужчина Мужчина, все понятно Так что посмотрим, как будет Ладно, загадки рассказал Ждем альбом, друзья, ждем альбом А сегодня слушаем треки Трендчарта И это еще далеко не все Трендчарт, Лайк ФМ Трендчарт, Лайк ФМ Трендчарт, Лайк ФМ В гостях сегодня Артем Качер Yeah, yeah, привет Мы собираем сэмплы, которые артисты вставляют после приветствия Знаешь, потом сделаем в конце года Может выпустим большой трек Хорошо об этом говорить в начале года Ладно, смотри, мы начали говорить о том, что в новом твоем альбоме Будет отражение тебя, те истории, те чувства, которые тебя волновали на протяжении твоей карьеры Да, и сейчас, и что было, и что, надеюсь, будет Ну, там много всего, спектр всего Вот сейчас откатимся немножко назад Ты в свое время успел походить по кастингам самых, пожалуй, громких таких вокальных проектов Засветиться на телеке, появиться И прочитал я в интернете Ты об этом тоже много говорил Про историю, когда, значит, по-моему, это был какой-то проект на каком-то канале телевизионном Ты не прошел первый этап Нашел чей-то номерок По этому номерку прошел второй раз Ой, да, это такая история Такая древняя какая-то штука Архив, архив Да, да, ну, я забрался глубоко в интернет просто прочитал Да, это все к чему All my dreams are real У меня на руке это написано Всегда все мои мечты, они реальные Я всегда с детства мечтал, да, чего-то добиться большого и в музыкальной индустрии И пусть не так быстро, как у кого-то, да, но у меня свой путь И я абсолютно четко сейчас осознаю, что все делается не зря Step by step, знаешь, шаг за шагом Ты приходишь к тому, о чем думаешь и о чем мечтаешь Очень важно чего-то хотеть И эта история вот такая, да То есть мне, я приехал чуть ли не на последний бак на кастинг И уже просто, ну, понял, что я никуда не прохожу Потому что тупо нет билетов на очередь, чтобы я прошел То есть это было очень обидно И я просто уже опустил руки и такой, просто иду уже на выход И вижу скомканный билет, видимо, такой же, как я, чувак Просто который устал даже с билетом стоять в очереди И он просто выкинул свой билет Я взял этот билет и по нему просто через тернии И просто вышел, да, вышел на сцену и вот так вот понеслось То есть это, наверное, был такой самый переломный момент в моей, да, творческой жизни Это была просто бешеная, безумная вера в себя Ты знал, что точно это тебе нужно Я просто знал, что это дело времени То есть я не знал, когда это именно произойдет Но я знал, что это произойдет И просто это произошло в далекий был уже 11-й год Да, да, между прочим Слушай, а вот мотивация То, что сейчас важно для всех Вот ты уже так скользко об этом упомянул Мотивация Как ты себя мотивируешь? Только музыка Я мотивируюсь только от музыки, от новых артистов От тех артистов, которые есть Которые, знаешь, не останавливаются, вдохновляют, пишут что-то Это очень мотивирует Ну и плюс, конечно, девушки, отношения Я такой очень любвеобильный парень И меня это вдохновляет очень на написание песен Ну и сейчас вот с приходом какой-то реализации И появилась возможность куда-то ездить, где-то выступать Вот страны очень вдохновляют Постоянные перелеты Путешествия, да, города, новые страны Вот они очень вдохновляют на написание музыки И на достижение новых целей Потому что ты со своим ростом вместе видишь какие-то новые горизонты И видишь, что у кого-то вот так вот Ты тоже так бы хотел Допустим, тебя это вдохновляет, чей-то успех И вот такие дела Слушай, ну артисты вот делятся Это практически доказано уже Делятся на два типа Те, кто лучше пишет песни, когда он в отношениях И те, кто лучше пишет песни, когда он, не знаю, страдает И ищет любовь Вот ты к какому типу относишься? Ага, это такой сложный момент На самом деле, наверное, самые гениальные песни приходят тогда Ну, лично у меня, да Гениальные и сложно так сказать Ну, в общем, хорошие песни выходят тогда, когда ты просто свободен Когда ты просто голоден У тебя не то, что какая-то голодная То есть художник должен быть голодный Абсолютно, правда Когда ты сытый кот, то тебе, знаешь, ну как-то Да, конечно Тебе хочется чего-то, но не так, что ты его знаешь В общем, голод, друзья Если вы молодые артисты, вы нас слушаете И думаете, как себя замотивировать Голод Ну, не забывайте есть Голодайте Не забывайте есть все равно, потому что До добра это не доведет Перекусите что-нибудь, пока слушаете треки Скоро мы вернемся, будем с Артемом Качером болтать Трендчарт Лайк ФМ Трендчарт Лайк ФМ Сегодня мы болтаем с Артемом Качером Лайк ФМ, привет, йоу Значит, смотри Ты уже давно в музыке Ты уже большой артист Дал тысячи интервью И наверняка были те вопросы, которые у тебя уже поперек горла стоят Можешь нам рассказать, о чем ты уже не хочешь говорить? От чего тебя уже воротит? Ну, что просто после нашего стаборазговора Никто об этом больше не спрашивал Слушай, ну, самая, наверное, такая надоедливая история Но ты уже ее прошел, чувак Это нахождение в проектах У тебя были какие-то проекты И, конечно же, типа, у тебя есть девушка Вот это, конечно, уже Хватит Хватит Если честно, да, печенка Ну, с другой стороны, понимаешь, все интересуются Да, всем может быть интересно Это самое важное Хорошо, тогда расскажи другой вопрос Который, наоборот, тебя волнует И о чем ты хочешь всегда говорить Новое звучание Какая у тебя новая музыка Что тебя вдохновляет из музыки То есть, куда ты вообще двигаешься по музлу И вообще, какие у тебя планы там дальнейшие Вот это всегда классно поговорить Потому что музыка, она огромная Музло, оно меняется Я вот сейчас, буквально недавно Мы с человеком, с кем делаем музыку Приобрели новый ноутбук Новые синты Новое звучание Новые проги И ты копаешься в этой библиотеке звучания Это же бесконечно Мне кажется, что можно искать бесконечно Да, это бесконечно Бесконечно Но я тебе скажу один очень важный момент Что все рано или поздно возвращается Сейчас вот этот винтажный звук Ретро-звучание Ты наверняка понимаешь, о чем я говорю Это все сейчас возвращается И не только это В целом такой круговорот идет, знаешь Просто с прибавлением туда Каких-то новых фишечек и так далее Но вот это вот сейчас Певческое хип-хоп направление Вокальное Это то, наверное, что я ждал больше всего И это такая Я там как рыба в воде И я надеюсь, что это найдет отклик В сердцах у слушателей У миллионов слушателей Давай так Миллионах Наконец-таки я готовлю айбом Ну раз мы говорим про то, что актуально сейчас Невозможно не думать о будущем Как ты думаешь, что придет на смену хип-хопу? Что придет на смену рэпа? Ничего Будет так всегда? То есть хип-хоп, R&B Это то, что пришло навечно На смену не может прийти ничего Может быть какая-то, знаешь, коллаборация Вместе с этим Какое-то Впутывание нового чего-то Ну типа новые сэмплы Опять же, какие-то там смешения стилей Да, может быть, да Вот сейчас вот видишь, как рок начал дружить с хип-хопом Если бы это сказали мне лет пять назад Я бы смеялся над этим Что, ну знаешь, всегда вот это Ну конечно Хип-хоп против рока Я даже вот в колледже учился И всегда рокеры меня стороной обходили А мы и так далее, знаешь Такие разные тусовки были А сейчас послушай Да, и это не только же благодаря Иксу Да, это же в целом Вот это вот хип-хоп и рок Это вместе стало Теперь, да И вот сейчас мы часто шутим По поводу моего альбома Я говорю, что у нас направление хип-поп То есть у меня такое хип-поп То есть мы соединили хип-хоп с поп-музыкой Потому что мне и то, и то очень всегда было близко Ну а потом будет хип-рок Может быть Хип-хоп-рок Кто знает Кто знает Может быть Может сейчас запишешь этот альбом Выдашь его в феврале А потом быстрее будешь альбом записывать Чем два с половиной года Мы надеемся Друзья, это Трендчарт Мы для вас крутые треки ставим Вы их слушаете Скоро, возможно, не появится в ротации лайк Может нет В общем, наслаждайтесь теми мгновениями Которые мы дарим вам в эту пятницу Трендчарт Лайк-ФМ Лайк-ФМ Трендчарт Лайк-ФМ, к сожалению Завершается на этой неделе В гостях у нас сегодня Артем Качер Грустно, но было круто Йоу, всем привет Нам с тобой осталось подписать кружку Она уже перед тобой Ты подписывай И параллельно с этим рассказывай За что мы ее слушателям, твоим фанатам отдадим Слушай, ну было много чего сказанного по поводу альбома Но не было названия У меня сейчас как раз очень много мыслей по этому поводу То есть ты еще не придумал сам? Я еще сам не придумал, потому что я не хочу, чтобы он назывался как-то из названия Какого-то из песни Да, какой-то из песен Я романтик, вы все поняли Примерно знаете, о чем я пою Давайте в группе Лайк-ФМ подумаем, как должен называться мой будущий альбом Так, пиши, подписывай кружку Я еще раз все это озвучиваю Друзья, смотрите, мы размещаем пост об интервью с Артемом Качером в наших соцсетях И под этим постом ждем от вас крутого названия для нового альбома Который вот-вот уже должен появиться Пишите ваши варианты Самый необычный, самый крутой, самый подходящий для Артема вариант И получит кружку, которую он сейчас подписывает Вот, пожалуй, все Последние штрихи Все? Есть, все, нам осталось только попрощаться Ну что, Лайк-ФМ, огромное спасибо за приглашение Спасибо большое за то, что всегда поддерживаете молодых артистов И не только молодых Потому вам респект Я всем любви